Следующий вопрос, Дмитрий Юрьевич, для вас от Владимира Кузьмича. Там есть такой слушатель, он любит не вопросы писать, а опусы. Это самый краткий его опус. Он следующий. Если исходить из того, что передовым ударным классом, способным сломать хребет классу эксплуататоров, являются самые угнетенные, самые обездоленные пролетарии, которым терять нечего, кроме цепей, это он цитирует, то сейчас, по-видимому, надо бороться, чтобы фабрично-заводские рабочие стали соответствовать определению пролетариата данному Марксу. Чтобы фабрично-заводские рабочие стали пролетариями, способными совершить революцию. Рабочие партии должны поддерживать курс правителей на обнищание рабочих и способствовать сохранению у власти людей, разворовывающих и растаскивающих богатство страны. Или все-таки заниматься трэд-юнионизмом, в кавычках, как призывительно называл Ленин, борьбу за экономические интересы рабочих. Вот что делать? Да, ну, вопрос, конечно, такой, я бы сказал, может быть, провокационный даже где-то. Вот, потому что, ну, кто у нас самый обездоленный и самый чуть ли не нищий? Ну, нельзя сказать про рабочих, про рабочих, рабочий класс, я сам рабочий. В общем-то, знаю, как живут рабочие. Дело не в том, кто самый нищий. Есть и у нас бомжи, допустим, да. Вот кто самый обездоленный, да, если исходить вот из этого критерия. Но люди, которые лишены всего, они вообще не способны ни к чему. В какой борьбе? Вот, и люмпят, пронитарии, не могут бороться. А самый организованный рабочий класс, вот в чем вопрос, что самый дисциплинированный, самый сплоченный, потому что работает в коллективах, в бригадах больших. Вот, то есть, на крупных предприятиях. Вот соль, соль, как говорится, общество. Рабочий класс, который все, в общем-то, делает, все непосредственно производит, материальный продукт. То есть, нельзя сказать, что правительство Медведева, говоря о нулевом росте и говоря о том, чтобы мы держались, что оно помогает, как раз таки, воспитанию нужного пролетариата. То есть, грубо говоря, это неверная позиция. Ну, это, да, я частенько такую слышу, тоже позицию, что вот, чем хуже, тем лучше, да. То есть, вот, когда вот совсем уже там жрать нечего будет, да, вот тогда народ поднимется. Да, тогда навилы, как говорится, да. Но это, это тоже реакционная, это такая позиция. То есть, люди, которые, в общем-то, их опыт показывает, практика, вот, российского рабочего класса, что, в общем-то, как раз борются те, кто, вот, рабочие, которые, ну, неплохо зарабатывают, в общем-то, не совсем там в упадке, как бы у них производство. То есть, а там, где производство, вот, вообще там, да, вот, ну, такое, в упадничественном положении, ну, там сложно бороться, когда совсем, зарплаты совсем маленькие. Вот, как раз опыт показывает, что вот и докеры, вот, то есть, боролись, в общем-то, это очень организованный класс, вот, и добились многого, в общем-то. То есть? Так что это положение совершенно неверное, вот, о том, что, значит, надо бороться, тем более поддерживать там правительство. Вот, вот, правительство решает свои задачи, в общем-то, ну, свои капиталистические цели, цели преследует, вот, и правильно вот тут говорили, и вышла сейчас очень хорошая тоже статья, это самое, вот, о банках, как раз, и вот там говорится, что, что банки, банки у нас не, 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 не отвечают своему понятию банков. Вот, то есть, это, получается, такие конторы, которые удушают производство у нас, способствуют этому, вот, ну, а правительство, в общем-то, получается, что тоже, в общем-то, не заинтересованы, нулевой рост, то есть, производство в упадке, нет никакого, то есть, вот, развития производства, да? Можно перебил, просто, чтобы уточнить? Правильно ли я понял, то, что сами вот плохие условия жизни, как вот было в Царской России, например, у крестьян, каждый год где-то не урожай, куча людей просто дохнет с голоду, но при этом помещики экспортируют, так сказать, зерно в Европу, получают барыши, крестьяне дохнут, все нормально, и то, что даже люди умирали с голода, это не позволило ни одно столетие, ни другое, ни третье, Романовы как минимум 300 лет сидели, совершить какую-либо стоящую революцию, то есть, получается, что это не главное, а вот что главное, что нужно делать, за что сейчас надо бороться? Да, главным сейчас требованием для рабочих, вот как категории граждан самая организованная, самая боевая, самая боеспособная категория людей в нашем обществе, нужно бороться за улучшение своего положения, улучшение условий труда, и как основное положение, улучшающее условия труда, все условия труда, это и вредности, и нагрузки, очень, ну, большие нагрузки, вот, и, в общем-то, это является сокращением рабочего дня до 6 часов, такие возможности есть уже, уже это известно, экономически просчитано, и самое интересное, что эта борьба, это движение будет способствовать и развитию экономики, то есть, мы видим, а вот, как ни странно, ну, то есть, для нас это не странно, и потому что, сокращая рабочий день до 6 часов, рабочие, если будут за это бороться, то капиталисты будут вынуждены оптимизировать свое производство, обновлять станки и фонды, вот. А, то есть, это не означает легкую жизнь для капиталистов, но в целом будет выигрыш для всех. Да, но другого способа улучшить экономическое положение нету, но мы видим, что капиталисты ничего не хотят делать в этом направлении, чтобы развивать производство, у них давно сложившаяся, в общем-то, стратегия, вот, то есть, на словах, там, какие-то, ну, существуют какие-то там заявления, да, так скажем, но все дела говорят о том, что законы там, вот, увеличение пенсионного возраста, то есть, все выжимается из нас, из нас, из рабочих, все соки будут выжимать и дальше, покуда вообще, ну, это самое, какой предел еще этому, я не знаю, какие еще должны быть действия, но мы видим, мы рабочие видим, все сейчас начинают понимать, что шаги у правительства на ухудшение нашего положения, то есть, все их шаги и планы, указы там, то есть, все направлено на это, вот, то есть, сохранить свои прибыли, сохранить и увеличить, потому что мы знаем, что число миллиардеров растет, миллиардеров на 10% выросло, это при том, что рост нулевой, все, экономика падает, вот вы говорите, что нулевой, да, он отрицательный на самом-то деле, потому что даже если он и есть, так вы посмотрите, сколько сейчас строят, стройки какие, в Ленинграде, это огромные, в общем-то, объемы, вот, а за счет чего это, и это же регионы, то есть, люди, которые, где производство, да, закрылось, то есть, в упадке там еще хуже положение, да, они едут сюда, где как-то более-менее здесь можно, можно выживать, вот за счет чего этот баланс нуля сохраняется, а производство-то падает, получается, что, вот, а без производства, ну, я не знаю, нет будущего просто, в России нет будущего без промышленности, крупной промышленности, и мы знаем, что это база для, экономическая база для коммунизма, это крупное машинное производство, то есть, ну, скатываться, как бы, в банановую республику, как бы, да, в страну сырьевую, как бы, это сама, но, в общем-то, и так у нас основной сейчас ВВП, да, это из-за экспорта, углеводороды, вот, поэтому, поэтому, бороться надо за, в итоге за, то есть, начинать надо вот с этого, сейчас вот рабочим надо, чтобы почувствовать себя свободными, как-то время свободное, то есть, почувствовать силу свою, организоваться, вот, время очень, очень нужно, и производство выносится порой за территорию, то есть, люди тратят на дорогу очень много времени, то есть, времени практически вообще очень мало. То есть, если говорить кратко, нужно бороться за свободное время, потому что это очень ценный ресурс. Это самое важное, вот, люди тоже, это вот, как-то сейчас не очень это еще осознают, на самом деле, что, там, деньги, да, ну, как бы, там, перерабатывают, да, то есть, вот эти, это понятно, там, в кредитах многие, то есть, жизнь заставляет, но, опять же, это от незнания, от того, что, что нужно делать, то есть, ну, ищется легкий путь, там, допустим, индивидуальный путь, то есть, не коллективно, да, организоваться, а взять кредит, а потом, только ухудшает, то есть, усугубляет положение, поэтому, вот, поэтому, конечно, вот эта борьба сейчас, вот, стоит на, ну, на первом плане, и обязательно надо включать коллективные договора, вот, это положение, в общем, наряду с другими, с другими положениями, улучшающие рабочие. Хорошо. Да, положим. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok